ПД-модаль при развязании систем ремня на линейках пошло ему вручник, где это будет всякий аннулятор. А значит, аннулятор, Идем, П, П, С, В, Е, И, Д, О. Какие складаются с усих функций G, такие же G, F, приливные 0, затворного F, С, В. Звучит значение аннулятора, будь я какого-то интералу, будь я какого-то гель-си какого-то требовала. Аннулятор — это такие функции, при множении каких на функции из интералу отримуется нулевая функция. Константы, да. Нулевая функция, нулевая функция. Ну, в английском языке там термин таки аннигеляторы используются. И в русском языке, и приемомовной литературе тоже пишут аннигеляторы. А это не корректно, потому что термин аннулятор загально-математичный, загально-алгебричный, который используется в русском языке в книжках, когда про аннулятори было ее функции, никто не писал обе третих целях. Корректно? Ну, на мой поле. Нема сенсу вводить термин, для которого уже есть термин. Нема сенсу вводить термин. В любую очередь, выручить такую кальпус за аннуличку ему. То, что не аннигелятор, а нуля. Ну, нуля. Вот стверждение. Четвертого, давайте, скажем. Значит, сенсу вводить тупешек. Террицепь баян раскладается в прямую сумму будь якого и драгу, а его амбиаку. Вот этот термин – символ прямой суммы, и драгу. Прямо сумма. Результатному вводу может полтану, например, згулом додавания, но я надпадеваюсь, что не выглядит. Что это означает? Что будь-яка функция может быть однозначно представлена в виде суммы двоих. Первый из которых належит идеал Лиза, а другая – а нулюется идеалом. Будь-яка функция может быть представлена в виде суммы двоих функций. Это достаточно представлено. Первый из которых належит идеал Лиза, а еще… Это очень простой факт, что если идеал пораживается функцией Лиза, а мы знаем, что каждый идеал в кольце был как функцией, он главный. Он пораживается функцией Хи. Он главный. Так что это не обмежение, а это, так сказать, дальность. То здесь бывает, что аннулятор по-нулицу. Я говорю, f плюс один. А потому что это множество. f плюс один на f. Ну, буловые функции, да? f квадрат и f. f квадрат и f. ф квадрат. квадрат кутиковой функции снизу впадает, да? Ну давайте цинтаграмм. Ну давайте цинтаграмм. Давай вот так скажем. Цинтаграмм. Ну, бубь, это всё. Доброе время. Значит, мы можем бутику функции. Это уже, так, так, уже, так, да, ну, точнее, не так. Значит, Мы знаем, что каждый идеал не умолен, нехай не поражается функцией F, а вот это возглавляет всю ревность, нехай и идеал поражается. Ну, неважно, бачите, что такая видимость, очень проста, что у С, хотя функция належит идеалу, потому что F належит И, а С, случайно, не належит, это нуля, потому что F плюс 1, это нуля, это идеал. То есть сумма двух функций с необходимыми властивостями наша же расслабляется. Почему таке представление Единое? Нам нужно доказать, что сумма является прямой. Что это значит? То есть мы уже не понимали, что каждая функция есть сумма двух. Треба доказать, что впереди этих ножей есть 0. Ну, возможно, так тоже можно увидеть на результат. Треба доказать, что перетин складывается с головой. Ну, сумма двух подпроссорей, сумма двух идеалов. Когда группа была, когда называются прямой. Полы перетинги складываются с головой. Ну, вот так надо будет, что если есть функция, которая належит ретину, то сколько она и належит аннулятору, то она належит сама себе. Да? 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 Вот это налажит и... А это же налажит. А нуля оттуда будет. Да? И тут пусть их запутать и нуля. Вот. Вот так будет лучше. Потому что вот это стопное меркувание, которое я получал в работе, значит, запутал все. Ну, вот же, да? Сумма вот эта прямая, и кольця Б раздругается в такую сумму. Ну, так и второе утверждение. Другое утверждение. Ну, по-перше, мы уже знаем, что идеал, пораженный функцией Ф плюс 1, да, который находится в ануляторе. Да? Местится в ануляторе. И треба такая ограниченность махи. Анулятор, да, идеала И, который породжается функцией Ф, находится в идеале, породжено вот такой функцией. Для этого используется попередняя теорема. Промножение нолев. Ну-вот. 11, 20. А, кто будет учить, кто-то дивится. Значит, для доведения пункта 2 залишается довести, залишается довести, что аналитар идеал, который прорывается функцией F, да, містится в идеале, который прорывается функцией F, потому что оберненное включение, проверяется посредине, мы уже и использовали функцию F, давайте померяем, что у нас уже нагулев аналитар двухъековый идеал, где просто дополняем до множины, вот здесь можно будет разумеем. Чувак, функции изололеатора I обертаешься в N, там, где не обертаешься в N, функции, с самого в N. Это у нас, в том числе, что сумма я прямой, фактически, это генерал. Ну, вместо того, чтобы доводить ремиссии идеаля, то мы думаем, что множины их, ну, их впадают, да, и переставим, чтобы отворить для того. больше отрываем O, отрываем O, отрываем O, ну, значит, V нужна нули, а нуля, с самого F, все дополнения до умножения в них, да, идеалу, иди порой, за пункцию F. А что собой является умноженно? Это тоже не в самой F, да, это просто дополнение, да, очки, опять же. Ну, а вот в этот F, плюс у ДН, да, это само-то каком нужно просто заознать, да, а куда-то надо будет. Вот. Ну, ну, то, что тут зручнейше, так, зручнейше, не з идеалами обатришь права, а с нуженами нулев, перехит из идеалов, то не нужен и у нулев, або, на вторых, я вонатник, я вонатник, перехит, так, может, с простителями, Мы с вами сейчас имеем конференцию, как я взял эту идеалу и знаем, как с трудом. Это просто предмет дополнения. Это не дополнение. У Кельси, БФ и АТО задано и так. Воно единое такое дополнение.